Реки, степи Нет, не перебухал. Я же по натуре как бы человек застенчивый. Даже скорее не о жадности я блевал, а из-за чувства долга. Что я? Кто я? Говно черной коровы, блин. И вынужден был ретироваться. Почему? Понос, сударь. Ну, поехали. Как у тебя дела? Да нормально дела. Дети растут, жена цветет, работы есть, где жить есть. Я не жалуюсь, слава богу. Ничего, собственно, и всем желаю. То есть у меня все ништяк. Мы с тобой созвонились на Новый год. Ты говоришь, что Кирюх не поверил, блин, три раза блевал. Мне сразу подумалось, блин, ну опять чиш перебухал. Нет, не перебухал. Вот даже скорее не о жадности я блевал, а из-за чувства долга, дабы воздать должное кулинарным способностям. Барышень, которые сделали этот офигенный стол, я сто лет уже не ел оливье. А почему? Ну, не люблю я, в принципе, вот салаты всякие. Хотя обожаю окрошку. А тут что-то, ну как-то, ну надо. Потом. Холодец я очень люблю, но его было очень много. Я и им тоже блеванул. И потом чем-то еще. В общем, обожался я и три раза. У меня организм не удерживал. А тут вот, ну нельзя было отказаться. Поэтому вот так. А выпил-то я немного совсем. Не по-пацански получилось. Серега, я вот помню молодым, 16 тонн или рядышком на 905-го, даже не помню уже кабак, я прорывался так в первые ряды. Вот мне удалось все-таки сделать. Я завидовал так пацанам, которые давали тебе пиво. У меня, знаешь, такой-то восторг. Это был где-то год, наверное, 2000-й. Вызывало, что елки-палки. Вот такой свойский пацан, вот толпа, он берет, пьет пиво. Скажи, сейчас у тебя вот это есть с публикой? Такое вот именно объединение? Запросто. Запросто. Если там ничего не такого, как бы, хамовитого, что ли, в поведении, то запросто. Легко и просто. Другое дело, что пиво мы больше не пьем. Мы удалили пиво из райдера, заменили на октимель, и октимель вот у нас до сих пор держится. Но не торкает же. Октимель не должна торкать. Разные задачи. Запевать хорошо октимелем. Ты считаешь, что твои песни, в принципе, которые были написаны на короткий период, самые активные, ну, можно сказать, 94-2000, они стали для некоторых людей таким гимном. Ты чувствуешь это сам? Без того, чтобы не... Ну, без скромности. Нет, я этого не... Не знаю. Ну, я не представляю, например, себе такого. Ну, не знаю. У меня, во-первых, это в голове, картинка не складывается. Не знаю. А может, врут. Я, когда услышал первый раз «Полонез», то я забрался на дерево и спел «Полонез» своей девушке в окно, и мне казалось, что нету никакой песни про любви лучше, чем «Полонез». Давай разроем снег и найдем хоть одну мечту. Ты сказала, ты знаешь, она живет там.